Добрый день, дорогие братья и сёстры! Поздравляю с сегодняшним праздником в памятью святителя Чудо-Турца Николая, архивического города Миры Ликийские, которые находятся ныне в современной Турции, святителя которого мы особенно любим, мы почитаем у нас на Руси, и мы даже, наверное, не помним о том, что он далеко не русским был человеком, и не жил на Руси никогда и никогда не посещал, но, тем не менее, любовь русского человека, святителя Николая Чудо-Турца, безмерна, и у нас множество храмов, посещенных святителем Николаевым, в каждом храме, без исключения, обязательные сиквоны святителя Чудо-Турца Николая, и мы с вами, дорогие братья и сёстры, два раза в год в честную память этого великого святого. Сейчас, вот весной, когда празднуется перенесение мощей, и осенью 19-го декабря, когда празднуется день его кончины в 345 году, и к порождестве Христова. Событие, которое мы с вами сегодня вспоминаем, связано с тем, что мощи святителя Чудо-Турца Николая были перенесены из города Мерликийский в городе Бары, современная Италия. Случилось так, что после своей кончины в 345 году святитель Николай был погребен в городе Мерликийский, это был город византийской эмфирии, но потом устои Византии и Рима пошатнулись, и очень скоро многие ее областя и леси стали захватывать турки. И вот для того, чтобы уже в XI веке эта угроза была реальной, один раз они пытались заводить мощи святителя Николая и вывезти их, и поэтому в 1087 году венецианские хупцы, а с другой стороны хупцы города Бари, предприняли по пуску спасти мощи святителя Николая и перевезти их в этот город Бари. И так оно состоялось, первые прибыли посланцы города Бари, они пришли в храм, в чьем были мощи святителя Николая, там было всего 4 монаха, которые охраняли эти мощи, и практически силы эти мощи удалось взять и перевезти в город Бари. Это событие после того, как они прибыли в город Бари, совпало с 9 мая по старому стилю, с 22 мая нового стиля, в 1087 году из тех самых свор мощи путевают в городе Бари, в крипте храма, кто был и кто посещал Бари. Многие из вас это все сделали в настоящее время, знаете, находят свои мощи под алтарем центрального храма, который был построен несколько поздней, и вас двигают на этом месте в честь святителя и чудотворца Николая. Непосредственно он принадлежит католической церкви, но нам православным там также разрешается совершить божественную литургию и акафисты по определенным дням, и там всегда большое стечение паломок. И надо сказать, что эти целебные мощи все были в святом мире, в благоухающем, и которая давала исцеление всем, кто с верой и любовью не упритекает до сегодняшнего дня. Житие святителя Николая знакомо для всех нас, и мы знаем о том, что он был яростный борец из сторонних христианства, принимал участие в Первом Вселенском Соборе, отстаивал азы православия, отстаивал первые шесть символов веры Христовой, веру, которую мы своими поем за каждую божественную литургию, тогда были составлены на Первом Вселенском Соборе. Святитель Николая стопал яростные споры, в том числе и сариям, отступникам от веры Христовой, и отстоял чистоту веры христианской. Вместе с тем, в тропаре, который посвящен сегодняшнего дня, мы с вами слышим слова «правила веры и образ кротости». То есть святитель Николай, вместе с тем, был кротким человеком. В нашем понятии современном, когда мы с вами живем, кротость, редко слово, которое упоминается и в средствах массовой информации, и в печати, и по телевидению, нет такого слова. И не знаю, что такое люди, значит быть кротким. А кротким это значит сдерживать свои страсти, которые у нас во всех присутствуют, не упускать их на волю, но вместе с тем быть сильным и мужественным человеком. Кроткий это не значит человек, которого все унижают, и все уничижают, а кроткий это значит, он кроткий духом. В те моменты, когда борется со своими страстями, но силен этим духом и телом, в те моменты, когда необходимо обстоять правоту нашей веры христианской, в том или ином месте, вот тогда во всей силе проявляется вся его мощь, духа, которая стяжала через эту кротость и смирение. И поэтому, свидетель Николай, будучи для всех нас правилом веры, крестовый и образом кротости, вместе с тем, как вы знаете, является сильным и мужественным человеком. И не случайно слово Николай в переводе на русский переводится как побеждающий мир, побеждающий народ. Тот человек, который смог победить себя, сможет победить и всех остальных, и победить мир, каким и был святитель и чудотворец Николай. К сожалению, город Миро-Иликийский, как и многие части Византийской империи, сейчас находится под турецким владычеством. Кто бывал в Турции, посещал это место. Там остался саркофаг, который открыт, и можно к нему приложиться. Но над храмом нет ни крыши, ни стен. Он находится в разрушенном состоянии. И в 1913 году император Николай II предпринял попытку создания храма. Частично был построен на этом месте. Но случилась революция, и с того самого времени ничего на этом месте больше не восстанавливается и не делается. В таком запустении пребывают многие другие христианские святыни в Константинополе, в нынешнем Стамбуле. Мне Господь недавно судил там быть. Я был в храме Софии при мудрости Божьей, в самом большом храме до XIV века вообще во всем христианском мире, который был построен императором из VIII веке. И храм действительно потрясает воображение своими размерами, своей красотой и величием. Но, к сожалению, тоже в 1054 году, когда град Константинополь пал, то на этом святом месте была организована мечеть, и только уже в наше время, в 1956 году, там был организован музей, и можно войти и посмотреть, где святыни, которые остались от той былой мощи Византийской империи, которая, к сожалению, упала, и падение которой, конечно же, было попущено Господу. И, как вы знаете, в исламских странах жесткие законы в отношении всех проявлений других верх, в частности, христианской, вы вдумайтесь только, после того, как град Константинополь был взят, буквально за сутки он был разграблен, вывезли оттуда в братство, храм и иконы сожжены, и буквально через день там начали уже совершать мусульманские богослужения в этой величайшей святыне христианского мира. А чуть позже султан издал буллу или указ, как мы его называем, это было в 1460 году, в котором запретил строительство христианских храмов на всей территории Османской империи или нынешней Турции. И вот смотрите, с этого самого года до сегодняшнего дня, после Константинополя, этот закон, эта булла не была отменена. И когда мы с вами разводим демократию, говорим, надо ли вам строить мечети, или не надо, построить для баптистов какое-то пристанище и так далее, то здесь все четко и ясно. На протяжении шести веков запрещено такое строительство, и никто этот указ, эту буллу не нарушает до сегодняшнего дня. Поэтому храмы не строятся, запрещено их строить, а вот у нас в стране, к сожалению, развивая демократию, думают, строить нам мечети рядом с православным храмом, где же бедные мусульмане будут молиться, в поле или еще в каком-то месте, или пойдут к себе в Турцию и будут там совершать свой намаз и свою молитву. Вот такое положение, где, к сожалению, сохраняется до сегодняшнего дня, но вы знаете, что есть паровольчество о том, что град Константинополь, нынешний Истамбул, будет возвращен в лоно христианской православной церкви, только мы, конечно, не знаем, когда это случится, но вот этот Третий Рим должен быть восстановлен во всей своей славе и красе, как он был некогда восстановлен императорами, римскими, в частности императором Юстином, который возник в такой прекрасный храм в честь Софии при мудрости воды. Всех вас еще раз поздравляю с сегодняшним праздником, желаем крепости, душевных и визитических сил и стойкости вере, которую обладал святитель Чудотворец Николай. Праздник всем! Праздник всем! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА